Прошедшая неделя, с точки зрения информации, обычная неделя, ничего такого сверхъестественного не произошло, что вызвало интерес всей страны. Я всегда испытываю нечто вроде уныния и большого знака вопроса внутри себя, когда сталкиваюсь с неким массовым городским происшествием, которое вольно или невольно задевает систему передвижения по городу многих людей. Я говорю о важнейшем празднике мусульман, в Розабайрам, который по неволе оказались втянуты и те, кто не празднует этот замечательный мусульманский праздник. Это десятки тысяч горожан, это может быть даже сотни тысяч горожан, которые не могли попасть в метро, не могли выбраться из многочасовых пробок. Одним из таких людей был я. Я не вижу никакого официального трактования этого события. Как к этому относиться? Мне нужно корректировать свои планы. Мне нужно кое-что менять в своей личной жизни, потому что уважаемые мной верующие мусульмане это празднуют. Мне кажется, здесь много вопросов, больше чем ответов. Как себя вести и как к этому относиться? Нам нужно толковать, толмач подобного рода событий. Для чего? Чтобы не было раздражения, потому что всякое раздражение подобного рода, это тень на межнациональные и на межконфессиональные отношения. Меня это беспокоит, как информационное событие и как личное событие, и как событие в жизни горожан. Я переживал по поводу смерти и Савиной, она могла бы пожить еще дольше. С именем и с голосом этого человека связаны воспоминания самые приятные. Пятачок ее голосом вошел в жизнь каждого советского ребенка. Кроме того, это была одна из умнейших женщин в России. На прошлой неделе я вступил намеренно в информационную войну с торговцами из крупнейшего в городе торгово-развлекательного центра галереи, где я был недавно безжалостно обкраден. Разбили мою машину и украли из нее вещи с ценными для меня кассетами. Меня удивила реакция торговцев на мои неприятности. Это оказались только моими неприятностями, эти неприятности. Они пообещали мне моральную компенсацию, потом отказались от своих слов по причине продажи этого бизнеса. Я говорил об этом в телепередаче. Мы будем продолжать эту тему отношения торговцев к своим клиентам-покупателям. И эти отношения по меньшей мере несправедливые, а по большей мере некорректные и даже хамские. На этот сюжет отвлекнулись очень высокопоставленные юристы России. Мне позвонили люди, звонков от которых я не ожидал. И это вселяет надежду, что в этом смысле борьбы с хамством не все так безнадежно. Письма стали поступать в начале нового телевизионного года очень интересные. Я получил письмо от Ларисы Ложковой, письмо со сценарием вложенным. Именно по поводу отношений людей разных конфессий и национальностей внутри Петербурга. Называется он «Второстепенные люди» этот сценарий. Я буду рассматривать свои личные возможности помочь Ларисе в доведении этого сценария до кондиции фильма и чего-то подобного. Дел и планов много. Это меня радует после отпуска. Как и всех людей, меня тоже ломает от перехода из лета, безделия, праздности и чревоугодия в пору аскетизма и ограничений. В пору необходимости быть в форме и еженедельно по понедельникам выходить к вам с программы «Нужные почерпнуть». Милости прошу. 23.10. Это новое время для нашего проекта. 23.10 по понедельникам. Валерий Татаров, «Нужные почерпнуть». Валерий Татаров, «Нужные почерпнуть».